Веберовская ивристика. Опять же повторюсь, на мой взгляд, наверное, самые интересные моменты, которые связаны с веберовским творчеством. Как работает веберовский инструментарий, как он может быть не улучшен, модернизирован, если выражаться таким языком. И я с удовольствием представляю Валерию Олеговну Калинину, магистранта департамента социологии НИВВШЕ, магистратуру комплексный социальный анализ, в прошлом Липецкий государственный педагогический университет, социолог Бакалаб. Доклад «Личная и должностная харизма в свете традиционных и нетрадиционных форм религиозности в России». Пожалуйста, Валерия. Спасибо. Начать нужно с того, что в условиях позднего модерна потребность трансцендентом реактуализируется и приобретает новые сюжеты. Исходными предпосылками в поиске сакрального выступают волнующие человека проблемы хаоса, беспорядочности явлений, смысла окружающей действительности, которые с трудом поддаются интерпретации. При этом эти проблемы затрагивают три оси восприятия, то есть это граница аналитических способностей человека, граница его выносливости и граница его нравственных представлений. В дополнение к субъективно переживаемому кризису значительную роль играет неопределенность относительно бессмысленности и несправедливости эмпирической реальности. В результате с позиции религиозному ответом на указанные триггеры выступает, во-первых, символическое представление мира и образа подлинного порядка вещей с точки зрения их объяснения и возвышения осознаваемой неоднозначности человеческого опыта, его загадки и парадокса. А во-вторых, ключевым является формирование религиозной перспективы, то есть комплексного мировоззрения, способного как минимум уверить последователей в том, что все странное, неосознаваемое, пугающее, тревожущее так или иначе объяснимо, а как максимум обеспечить конкретными представлениями и ответами на волнующий человека проблемы смысла. При этом значение приобретает аксиома религиозной перспективы, согласно которой, кто хотел бы знать, сначала должен поверить. Кроме того, повсеместное распространение политики впечатлений также способствует актуализации потребностей в трансцедентном. В условиях, когда картина событий превалирует в своей значимости над реальным положением дел, интерпретировать или погрузиться в которые не всегда предоставляется возможным, аксиматичным становится допущение о существовании какой-либо логики социальных процессов и силе, управляющей этими процессами. При этом ускоренный темп социальных изменений в сочетании с укоротившейся памятью аудитории заведомо предполагает формирование иллюзорных или же метафизических доктрин. Таким образом, в результате синтеза субъективных переживаний и объективных проблем несправедливости и неопределенности возникает потребность к картине мира, выходящей за рамки рационального объяснения. Обращаясь к религиозной перспективе с этой точки зрения, необходимо отметить современное многообразие религиозных взглядов и идентичностей, в рамках которых каждому предоставляется собственный выбор. В результате традиционные религиозные институты сталкиваются с конкуренцией в процессе производства и распространения комплексной мировоззренческой системы, либо же автономного способа восприятия реалий. При этом существующие исследования, возникновения или распространения практик обращения к различным формам нетрадиционной религиозности зачастую игнорируют категории религиозной харизмы Макса Вебера. Однако, применительно к проблеме многообразия религиозных перспектив, юристический потенциал конструкта обусловлен, во-первых, теологическим истоком термина, отсылающим у нас к первому посланию святого апостола Павла к Коринфинам. А во-вторых, классическое содержание термина и современные интерпретации харизмы, включая механизмы возникновения харизматиков и отношений к послушанию и подчинению, в большинстве случаев сосредоточены вокруг кризисных положений в условиях недостатка информации, социального страха, напряжения и неопределенности, когда, согласно Стивену Тернеру, резко возникает потребность в иконах и примерах для подражания. В этой связи, обращаясь к определению религиозной харизмы Макса Вебера, важными элементами дефиниции для нас являются, во-первых, символическое представление, когда люди пытаются получить реальные результаты посредством знаковых действий. Во-вторых, процесс антропоморфизации, благодаря которому возникают богослужения и различные формы ритуалов, в которых стерта граница между магической формулой и просьбой. В-третьих, это практико-ориентированный выбор религиозной принадлежности все больше начинает зависеть от того, кто сильнее вмешивается в интересы индивида в повседневности. И четвертое, это соотношение религиозной харизмы с харизмой верой, то есть взаимосвязь между харизматиком и уверенностью в благодати и гарантиях спасения с позиции мирян. Кроме того, необходимо определить оппозицию традиционной и нетрадиционной религиозности. Если с традиционной религиозностью что-то понятно, то в случае нетрадиционных форм мы обращаемся к системному подходу Мартиновича, согласно которому выделяется несколько форм традиционной религиозности. В первую очередь, это секты и культы. Отличительной чертой этого типа выступает наличие собственного оформленного учения, системы символов, ритуалов и института членства. Клиентурные культы предполагают ограниченный набор специализированных услуг за определенную плату, либо же компенсацию, и изначально не предполагают выстраивания долгих отношений. Аудиторные культы предполагают деятельность отдельных индивидов, либо же небольших групп, которые имеют минимальную организационную структуру, системы регулярной трансляции религиозного, либо же оккультно-мистического знания в массы и с полным отсутствием института членства. В свою очередь, внутрицерковное сектанство представлено оккультом личности, магическим мышлением, апокалиптизмом, политеизмом, экстремизмом и самовольным внедрением в структуру церкви изначально чуждых ей религиозных практик. А культовая среда общества не предполагает наличие конкретной организации или индивидуальных манипуляций, а включает в себя всю сферу неинституциализованной нетрадиционной религиозности, состоящую из идей и различных индивидуальных практик, наиболее ярким примером чему служат суверия и приметы. При этом устоявшаяся культовая среда общества выступает значительным ресурсом в образовании последующих и различных форм и традиционной религиозности, в том числе и в формате сект. Таким образом, сопоставляя идеально типические конструкты религиозной харизмы Макса Вебера на основании их ключевых характеристик с определением традиционного и нетрадиционного представительства сферы религиозного, взаимосвязь религиозной харизмы и традиционной, либо же нетрадиционной формы религиозности можно представить вот следующим образом, как на таблице. В свою очередь, проблема возникновения и распространения практик обращения к нетрадиционным формам религиозности адресована, во-первых, вопросу укрепления легитимности сакрального статуса должностной харизмы в рамках традиционной религиозности и преодолению противоречия между личным источником гарантии благодати и объективированным статусом священнослужителя. В этом случае речь идет о должностной харизме, которая отличается двойственным характером. То есть, с одной стороны, институциональный тип предполагает стабилизацию и укрепление личной харизмы, адаптацию к повседневности. Кроме того, должностная харизма максимально учитывает миряны и их потребности в гарантиях благодати, поскольку обещает каждому крещеному христианину, независимо от его религиозной квалификации и таланта, доступ к благам спасения. С другой же стороны, как и любому институту, религиозным предприятиям угрожает процесс бюрократизации, поскольку за оформление должностной харизмы как объективации следует деперсонализация, то есть потеря связи с источником личной харизмы, необходимой для легитимности религиозного господства. Чрезмерная объективация и деперсонализация харизмы служителя неизбежно вступает в противоречие с подлинной религиозной потребностью в личном конкретном опыте веры в формы неповседневных переживаний. А любая потеря репрезентативной способности также снижает харизматическую легитимность, поскольку объективация приводит к истощению подлинности, исчезновению особого экстраординарного эмоционального напряжения. Это первое. А второе, проблема адресована соотношению благодатного и безблагодатного содержания харизмы в рамках организации нетрадиционных форм религиозности. И здесь речь идет о харизме с точки зрения повседневного феномена, иными словами, о харизме рукотворной и сфабрикованной. В современной трактовке харизмы исходят из представления о харизматической связи, как очарование, сформированное путем возбуждения надежды, ожидания, веры и благоговения. При этом подобные интерпретации задействуют ту часть классического определения харизмы Вибера, где внимание адресовано проекцией, позволяющей считаться лидеру посланцем богов и совершенством. В результате речь идет о формировании образа и связанного с ним нарратива, поскольку харизма в современных интерпретациях – это не столько состояние, сколько процесс или путь, подъем человека от безызвестности к всеобщему признанию и популярности. Отдельным образом механизм повествования задействован в процессе ретроспективного изложения биографии повседневного харизматика, и особенную значимость подобные механизмы приобретают в контексте современных интерпретаций харизма колдуна, которая предполагает эмоциональную связь между лидером и последователями на основе травмы и магического исцеления. Причем базируется эта связь во многом на личном переживании травмирующего кризисного опыта и возрождении самого харизматика. То есть предполагается, что полученное в ходе собственного исцеления привилегированная мудрость и новое видение в дальнейшем трансформируется в силу и дар исцелять окружающих. Таким образом, на основании представленной рамки двух ключевых вопросов было организовано глубинное интервью на тему харизма в контексте традиционной и традиционной религиозности со священнослужителями. И в первую очередь было выявлено два подхода к пониманию религиозных харизмы. Первый – духовный, второй – инструментальный. Из позиции первого подхода в широком смысле религиозная харизма интерпретируется на основании сюжета в Библии и является синонимом благодати. В более узком же понимании харизмы мы обращаемся к непосредственным участникам религиозных практик. И в случае мирян речь идет о внутренней трансформации человека, о внутренней силе, способствующей возникновению связи с Богом. Подобные процессы в рамках православия являются следствием ритуала крещения. По отношению же к представителям религиозных институтов и на основании священного писания харизма трактуется как дар в служении, который передается в церковных таинствах из поколения в поколение, начиная с апостолов Иисуса Христа. Однако отдельным образом священнослужители говорят о проявлении личной харизмы как особого вида даров. Однако в этом случае значимым является, во-первых, понимание, что источником любых способностей выступает исключительно сила Святого Духа, а во-вторых, важным является строгое разделение проявлений личных сверхъестественных качеств и так называемой церковной должности. То есть существуют случаи, когда и личная, и должностная харизма сочетаются, но это не является обязательным условием для организации пастырской деятельности. Второй же подход инструментальный предполагает набор личных качеств, позволяющих священнослужителю успешно выполнять миссионерскую деятельность. Кроме того, инструментальный контекст отражается и в определении традиционной религиозности, где ключевым является проверенная временем техника взаимодействия с потусторонними силами. Однако и на пути стремления к духовной жизни люди зачастую подменяют понятия, и, что наиболее важен, смысл традиционных религиозных институтов, пытаясь найти практически и сиюминутный отклик от обращения к церкви. В свою очередь, причины обращения к нетрадиционной религиозности можно также условно разделить на сферу ответственности участников религиозных практик. Так, в случае прихожан речь идет, во-первых, о полном отсутствии у человека опыта обращения к религиозным институтам, и в этой связи священники отмечают крайне низкий уровень религиозного сознания современных граждан, что является следствием, во-первых, советской секуляризации, а во-вторых, отсутствия преемственности и фактора семейной привычки, а во-вторых, опыт человека зачастую может не согласоваться с тем, что транслирует традиционную религиозность. В-третьих, ложное восприятие всесильного «я» и иллюзорный доступ к любой информации способствует формированию практик обращения к нетрадиционной религиозности, когда внести изменения в духовную и материальную составляющую жизнь человека представляется относительно доступным вариантом. Дополнительным фактором выступает погоня за молниеносными изменениями здесь и сейчас. В отношении же религиозных институтов и священства речь идет о существующих проблемах в приходской церкви. При этом следствием подобных трудностей в организации взаимодействия между прихожанами и священством зачастую становится давлеющий негативный опыт обращения к традиционным структурам, что в конечном счете способствует поиску альтернативных вариантов религиозности. В свою очередь среди наиболее значимых характеристик на традиционной религиозности были названы черты, иллюстрацию которых можно обнаружить при обращении к этнографическим описаниям сектовидных параправославных групп. Во-первых, это радикальность взглядов, чрезмерное возвышение каких-то принципов в ущерб остальным, нарушение сбалансированности, проявление неофитства, в том числе в рамках продвижения идей апокалиптизма и технофобии, примером чему могут служить сочинения секта геевцев. Во-вторых, радикальность идеи зачастую подкрепляется подавлением личности и ограничением возможных социальных связей последователей. Примером может являться секта Горний Иерусалим, которая организована Петром Кузнецовым в 2006 году вокруг идеи приближающего конца света. Также отмечается чрезмерное внимание к внешним предметам в поиске материальной и практической помощи вокруг организованного культа. И в этом случае иллюстрацию мы можем найти в секте Славика Веры, которая сформировалась на базе культа почитания святого великомученика, пророка и целителя Вячеслава, который умер в возрасте 10 лет от опухоли брюшной полости, а культ был создан уже впоследствии его матерью в начале XXI века. В вопросах же соотношения благодатного и безблагодатного содержания харизмы в контексте нетрадиционной религиозности священнослужители указывают на проявление харизмы в ее инструментальном смысле, но с акцентом на отсутствие содержания конкретной миссии либо же вероучения. В результате речь идет о сконструированном и безблагодатном имидже идеи, суть которых в конечном счете отражает материальные потребности организаторов культа и иллюстрацию, чему мы тоже можем найти при обращении к этнографии. Так, допустим, группа Тихона Гришина возникла в конце 90-х годов вокруг практик экзорцизма, и кроме собственных практик очисток Гришин увлекался целительством и даже получил диплом в одной из многочисленных школ экстрасенсов. Другим же примером является Чехачевская секта вокруг идеи старца Ивана Ефименко, бывшего настоятеля прихода во имя святителя Николая Чудотворца. Таким образом, теоретическая рамка и проведенные интервью с этнографическими иллюстрациями сектовидных групп в большинстве своем напрямую либо же косвенно апеллируют к проблеме нехватки личной харизмы в рамках традиционных религиозных институтов, что в значительной мере выступает ресурсной базой для процветания и возникновения, и роста практик обращения к нетрадиционной религиозности. В этой связи необходимо отметить концепцию реперсонализации Агаты Бьюнфе. В условиях деперсонализированного и должностного характера харизмы в рамках традиционных религиозных институтов актуальным является вопрос легитимности связи с некогда личным источником святости. В результате для сохранения уверенности в гарантиях благодати необходим обратный процесс реперсонализации должностной харизмы как способ ее укрепления за счет заряжения церковной должности сакральной аурой. Если же в католической церкви реперсонализация представлена процессами канонизации, благодаря которым происходит объединение личной харизмы и должностной в рамках одного института благодати, то в случае православной же церкви процесс реперсонализации также может способствовать укреплению позиции сакрального статуса должностной харизмы как священнослужителя, так и всего института благодати посредством насыщения личными компетенциями и личными качествами безличной системы. У меня все, спасибо. Спасибо, вопросы. Они должны, по-моему, возникнуть. Иван Владимирович. Я могу сказать только спасибо за доклад, хороший доклад. Очень интересно, хорошо, что эту тему подхватили. Может быть, в рамках реплики. Я не специалист в этих исследованиях харизмы. Я только знаю, что в Веберу критики от богословия замечают, что это, в общем, постпротестантское некоторое понимание, которое потом успешно транслировано на то, чтобы анализировать через него католиков и противопоставлять как раз вот этот харизму офисов и личную харизму. Критики как раз замечали, что там Филипп Рифлин, что, ну, вы посмотрите, что сказано в первом послании к Коринфянам. Ну, собственно, харизма, это греческая хариз, и это и есть дар на русском языке. Там в первом послании к Коринфянам там сказано, ну, нет, только не русском, что дары-то всем розданы. И вот эта вся штука, что находится какой-то один, облеченный какой-то, с какой-то такой штукой, которой нет ни у кого больше, она сразу ставит другие проблемы, нежели те, которые можно было бы поставить при таком плотном прочтении вот этого первого послания, где, ну, говорится, что, значит, есть реальность Римской империи, в ней возникает, вот эти Павловы общины, и Павел проповедует Коринфянам, что у вас, вам каждому дандар, и они разные, и одному дандар говорить на непонятных языках другому, и дальше список, но этим все не ограничивается. И дальше вопрос, который отсюда возникает, как выстраивать тогда сообщество вот этих вот людей, помогают они друг другу, не помогают, и все вопросы, которые дальше идут в этом первом послании к Коринфянам, они о сообществе. А Вебер переформулирует эту штуку так, ну, вслед за, там, я правильно помню, канонистами, опять же, протестантскими, там, Зома и другие, что эта штука становится личной вдруг, и сразу противопоставляет эту личность и сообществу, и большим структурам типа иерархии и ставит совершенно другие вопросы. И вот это, мне кажется, может быть, важная точка, какие вопросы сегодня важнее в сегодняшней общественной и политической ситуации. Это вопросы об общине сообществе или вопросы о противопоставлении вот этого индивидуального и такого масштабного вроде вот офиса там. Но то, что эта тема развивается и она пытается анализироваться, конечно, это можно только поддерживать. Вот, точка. Спасибо. Большое спасибо за реплику. Вопросы? Пожалуйста, Александр. У меня полувопрос, полуреплика. Потому что очень-очень-очень важный доклад. Но в нем... Ну вот я часто привожу этот пример, когда Шмидт выпустил «Диктатуру», значит, там была такая однокритическая реплика на нее, на эту книгу. Мы сказали, что он вывалил туда всю свою картотеку, да? Вот. На мой взгляд, в докладе все-таки это было слишком много, слишком много учености. Не всю ее сразу можно вынести. Но это композиционное такое замечание, которое у меня, на самом деле, прицеплено к другому. И мне кажется, что это достаточно важно вообще, не только для... Не знаю, насколько для докладчика, но вообще для всех выбороведов, которые здесь важный вопрос. И он у меня возник как раз благодаря докладу. И за это я очень признателен. Смотрите. Здесь очень четко. Вот есть традиционные религии, значит, там, ну, традиционные формы организации, да, значит, там... Вот там все... Ну, условно говоря, все хорошо. Вот у нас авторитеты, вот, значит, наши эти авторитеты говорят то-то и то-то и то-то про харизму. А есть, значит, нетрадиционные. Нетрадиционные, которые ходят в шапочке из фольги, значит, там и поклоняются всякой дряни и так далее. Все нормально. У меня к этому развлечению нет никаких претензий. Но это не выборовское развлечение. Это развлечение, которое взято из сегодняшней обиходной, я бы сказал так, околоцерковной идеологии. Потому что, я говорю околоцерковной, потому что, ну, не наше дело, значит, вторгаться в дела церкви. Она как хочет, так все и называет, да. Вот. А вот то, что творится вокруг этого, значит, у нас язычники, это, оказывается, нетрадиционные верования. А, значит, вот, неважно, кто там, большие церкви, большие конфессии, да, вот, они традиционные. А, понимаете, это не выборовское развлечение. А у выбора, мы прекрасно понимаем, это все встроено в развлечение традиционного, традиции модерна, традиционного и современного общества. и то, что у нас здесь, у вас здесь, у нас здесь, мы бы пошли вслед за вами, нормально, да, то есть мы все вот только бы выберянцы, и мы готовы принять эту понятие, ну, как немцы говорят, бигрифличка, понятийность, да, категориальный аппарат. Мы бы стали говорить, значит, как, да, различение традиционное и нетрадиционное. И вдруг, бабах, оказывается традиционное совсем не то. Традиционное это то, что у выбора является результатом процесса рационализации. И здесь очень интересная, конечно, перекличка с его характеристикой православия, которую, значит, с самого утра мы слышали, что оно единственное осталось, значит, вот на уровне вот этой, да, римской империи и ранней церкви, но даже и при этом, понятно, да, это конфессия с развитой догматикой, это признак рационализации, извините, да, это конфессия с развитой организацией, вот именно системы офисов, назовем их так, да, служебный харизм, и многое другое в этом же плане. И мы попадаем, как мне кажется, я прямо в чертю, при опоре на выбора и одновременно при использовании вот этой современной, я бы сказал так, обиходной идеологической терминологии, мы попадаем в ловушку, потому что на вебровское развлечение традиционного, традиции модерна и традиционного и современного мы накладываем современное развлечение традиционного и нетрадиционного, которое на самом деле является некоторым эффектом модерна под названием «А что будет, если вот эту рациональную религию попытаться снести, значит, если попытаться ее потеснить, Но, естественно, тогда снова из подземелья растут те культы, которые мы называем нетрадиционными, хотя они в каком-то смысле как раз и являются традиционными. И мне кажется, что говорить об ошибке здесь, докладчиков, совершенно не приходится. Это не ошибка, это проблема. Это проблема, которая до тех пор, пока она не решена на теоретическом уровне. То есть не решена именно, если угодно, опять-таки, веберовскую терминологию, используя в идеально типическом плане, она будет вмешиваться и будет вредить эмпирическим исследованиям. Вот что. Потому что мы будем использовать одни и те же понятия в разном смысле и идентифицировать, я бы сказал, противоречивым образом. Вы можете на это отвечать, можете не отвечать. Но если бы не ваш доклад, мне бы в голову это не пришло, поэтому я, конечно, высказываю глубокую благодарность, а остальное уже, как вы захотите. И, конечно, вы можете мне соглашаться. Вот, да, и хранить молчание. Спасибо большое. По поводу первой ремарки насчет научности, которую достаточно трудно понять, большая часть выдержек – это следствие моей дипломной работы, поэтому, возможно, так и получилось. А по поводу понятия традиционное и нетрадиционное, будет о чем задуматься точно. Спасибо. Можно тоже еще два слова? Вот такая штука, может, где-то пригодится или что-то скажете. Ведь фактически весь аппарат веберовской социологии религии, ну, кроме начальной главы, он посвящен религиям спасения. И вот эта вся штука про харизму, она имеет смысл, по большому счету, в связи с религиями спасения. Но тут мы оказываемся в очень непростой ситуации. Если вы посмотрите какие-то программные тексты, там, Патриархов, Папы Римского, кого угодно, всех, кого вот можно заподозрить в отношении к религиям спасения, слово «спасение» уходит из лексикона. Больше никто не говорит о спасении. Посмотрите все православные соборы. Там не будет слова «спасение», скорее всего. И в разговоре, ну, в разговорах, в проповедях, нет, это уходит. В лучшем случае помощь. Христиане, там, это те, которые помогают друг другу ближним, там, скидываются на что-то. Но это не те, кто там про спасение что-то сильно озабочен. И в этом смысле это не случайная штука. И вот эта харизма, она тоже, ну, как бы, харизматика тот, кто ведет к тому или другому спасению. Но сегодня это, в этом больше не воюют. И чего нам тогда эта харизма? Вот. Но это на уровне мнения. Может быть, там совершенно другое будет представление, почему это все еще важно. Все, спасибо. Я очень хочу присоединиться. Мой комментарий касался как раз того, что насколько актуальна харизма, когда вопрос современного прихожанина, это скорее вопрос об иллюзии контролировать свою жизнь. И видеть это здесь и сейчас. И поэтому возникает, как вы говорили в докладе, вот эти нетрадиционные религиозности, типа Таро, гадалок, когда ты можешь непосредственно знать, что у тебя будет завтра утром. Отвечая на ваши вопросы, исходя из, опять же, мнения священнослужителей, потому что по большей мере мне больше опереться не на что в этом смысле, вероятнее всего в тех условиях, которые вы назвали, ключевым в церкви и в пастырской деятельности как раз и должно сохраняться вот этот масштаб, немножечко отвлечение от насущного и переход к чему-то более глубокому. То есть мы даже об этом разговаривали в контексте того, какие инструменты можно привлекать современным священникам для какого-то взаимодействия с молодежью, как привлечь их внимание больше. И речь шла о социальных сетях, и большая часть священников высказались относительно негативно в том плане, что это инструменты не больше. Завтра будет новый инструмент, послезавтра еще один. И церковь не должна следовать за вот этими трендами, за изменениями, за модой. Да, она должна прислушиваться, но свою вот эту сущность и суть, и те смыслы, которые она в себе хранит, она должна продолжать их и хранить, а не подстраиваться под насущные проблемы, что будет завтра. У меня на самом деле остался еще один вопрос, возможно, даже несколько, но я оставлю один. Я хотела вот задать тот же вопрос, что Александр Федитович, но вторая его часть заключалась, что есть еще один пласт проблематизации так называемых традиционных религиозных направлений в России, потому что, как мы можем говорить о традиционном, например, православии, когда есть официальные государственные церкви, это значилось как критерии традиционных религиозных направлений в презентации, но помимо этого есть официальные государственные каналы, которые нам показывают официальные государственные документальные фильмы, спонсируемые государством о гадалках, официальные государственные программы про экстрасенсов. И в этом смысле, мне кажется, для вашего направления было бы очень актуально проблематизировать вот эту самую традиционность. Что именно будет в России традиционным религиозным движением? Потому что мне это совершенно непонятно. Как эти вещи существуют параллельно? Для меня это является проблемой. И второй вопрос, если вы позволите, вопрос о выборке. Почему священнослужители, конкретно Липецка, могут нам ответить, почему люди переходят в нетрадиционные религиозные пульты? Как мы подтверждаем эту выборку? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Начну с последнего, наверное. Я исходила прежде всего из того, что интервью является частично экспертным. И священнослужители в этом случае выступают с позиции экспертов, которые могут показать условно внутреннюю кухню. И с этой точки зрения я не вижу значимых территориальных различий. Это будет Липецк, это будет Москва, либо какой-то любой другой город, поскольку, опять же, возвращаясь к условно-церковной должности, общие смыслы и общее видение, оно сохраняется вне зависимости от каких-то уже второстепенных факторов. Это первое. А если отвечать на ваш первый вопрос, да, действительно, это правда интересно, что сегодня можно считать традиционной религиозностью, и, вероятнее всего, очень многие терминологические, опять же, аспекты. И бытовые, поскольку, ну вот, разговаривая с людьми, допустим, такие практики, там, усуй верия, там, хироманты, что-то еще, то есть это даже не мыслиться как что-то противоречащее церкви. Это мыслиться как все вполне совместимое и так далее, и можно медитировать и прекрасно посещать церковь. Но по факту, если в это углубляться, по крайней мере, сейчас, опять же, с позиции священнослужителей, существует такое мнение, что любая другая условная вера, либо же попытка во что-то поверить и найти для себя ответы в чем-то другом, сиюминутном и более простом, является априори уже нетрадиционным и противоречащим. Ну а в целом, вопрос хороший и интересный. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Добрый день. Я имею честь слушать уже второй ваш доклад на конференции. Я вижу, как вы глубоко рассмотрели следующую тему. В этом контексте у меня вопрос, планируете ли вы дальше развивать ваши исследования харизмы, поскольку тот доклад был не в сфокусированной религиозной составляющей, в каком направлении? Спасибо за вопрос. Да, планирую, точно планирую. Хочется со всех ракурсов посмотреть, и с повседневной точки зрения, в экономике и так далее. То есть, когда мы можем считать какие-то брендовые товары, когда какие-то предпринимательские способности мы можем принимать за харизму. Хочется и с религиозной, тем более очень много теперь вопросов, связанных с традицией, религией возникло. И в рамках исторической макросоциологии, то есть тоже категорию харизмы интересно посмотреть. В общем, развивать точно планирую, а в какой именно области пока над этим работаем. У меня тут даже вроде небольшая ремарка в рамках предшествующего доклада «Почему совершенно служители Липецкой области?». Собственно говоря, это проблема как раз доступа к полю. И как раз наоборот, прекрасно то, что указан четко, где этот собран материал, поскольку другого способа у науки, кроме как получать какие-то данные там, где ты можешь их получить, нет. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Тогда мы закрываем нашу сессию и переходим к следующему. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...